Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Замки из песка. Любое землетрясение и все это дело в ухне. Почему эксперимент по строительству необычных домов в виске с треском провалился? Позолоти ручку, сколько стоит собрать ребенка в школу? Бежим с толком. Ты тренировалась? Нет. На морально-волевых? Да, просто вдохновение, забег. Будет огонь. Куда бегут журналисты и кто оказался первым? Археологические раскопки на улице Ползунова в центре Барнаула прервали из-за грунтовых вод. Сейчас рабочие откачивают воду из траншеи. Напомним, недалеко от технического университета возобновили работу по прокладке ливневой канализации. Их вновь остановили из-за того, что раньше на месте раскопок находилось первое кладбище Колывана Воскресенского завода. Там захоронен на изобретатель паровой машины Иван Ползунов. После откачки воды свои работы продолжат археологи, пока, по их словам, особо ценных останков найдено не было. На данный момент выявлено семь захоронений, в основном женские и детские. Ну, они, согласно методике археологической, все зафиксированы, зачищены, сфотографированы, выбраны. Из находок на данный момент, по-моему, три нательных крестика, нательный медальон. А в Смоленском районе правоохранители обезвредили преступную группу, которая занималась незаконным сбытом наркотиков. Мужчина, 75-го года рождения, уроженец Казахстана, и уроженка Смоленского района, 63-го года рождения, прямо у себя дома изготавливали опий с последующей реализацией. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли маковую солому массой 136 граммов. Около грамма уже приготовленного к продаже раствора опия и шприца, деньги и банковские карты. По каждому из фактов производства и сбыта наркотиков, возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Вбийский строительный эксперимент превратился в затяжной скандал с момента заселения спековских новостроек, известных в городе как «Три поросенка», прошло 5 лет. За эти годы в трехэтажках, построенных якобы по европейским стандартам, какие только комиссии не побывали, из Барнаула и Москвы, из прокуратуры и Следственного комитета. Эксперты в один голос говорят, так жить нельзя. Но люди там продолжают жить, и расселять их, похоже, так никто и не собирается. Подробности у Марины Волковой. «Любое землетрясение, и все это дело лухнет и ускорит разрушение дома. Вообще металлическое. По контракту там четко написано, что должна быть железобетонная лестница. А у нас есть вот такая вот. И вот здесь написано, что гораздо меньше. Должно быть не менее метра, здесь 0,9 сантиметра. Метра 90 сантиметров. Сегодня жильцы дома вспоминают. Еще когда только эти дома строили, они выглядели как карточные домики. И эта внешняя несерьезность уже в первый год отразилась на качестве проживания в квартирах. Зимой 15-18, выше 0, летом больше 40. Плюс плесень и постоянный груз страха, что или лестница обрушится, или щитовая загорится. Но люди не сдаются. Все эти годы они продолжают отстаивать свои права на нормальные условия жизни. Весной по инициативе спековцев была проведена энная по счету техэкспертиза состояния дома, которая показала – дома аварийные. Администрации непосредственно дали протест и сделали свою экспертизу. Произвели экспертизу, где мы были все 25 человек на межведомственной комиссии. 20 июня она у нас была. Мы не были ознакомлены с этой экспертизой, кто проводил, имеет ли он лицензию, на каком основании, кто ее назначил. Что просто они читали нам по шпаргалкам и вынесли свое решение, что будут восстанавливать они нам здесь строительные работы. Но сколько восстанавливать эти строительные работы? Уже с 2013 года непосредственно идут разрушения. По словам жителей, на межведомственной комиссии им было предложено провести капитальный ремонт. При этом все гарантийные сроки с момента официальной сдачи объектов в эксплуатацию уже вышли. О том, что с домами далеко не все в порядке, было ясно уже через полгода после их заселения. А специалисты из числа общественников еще в ходе строительства говорили о том, что жить в них будет нельзя. Эту серию, вот так получили, сложились обстоятельства, что в 1982 году я привозила из Барнаула для строительства сараев, которые производили в то время за территорией 257-258 зданием Сиприбурмаша. Это была территория химкомбината, завод минеральных удобрений. И это именно было для взрывоопасных, очень дешевый вариант, который категорически нельзя применять для строительства жилья. Но живут, потому что уйти некуда. Мало того, в этих домах есть семьи, купившие квартиры под материнский капитал. А для этого, как известно, необходимо заручиться разрешением многих и многих инстанций. У нас даже риэлторы не соглашались, что не будем связываться с этими домами спековскими. Но администрации у нас прямо одобрили за здравствуйте. У нас промерзает полностью стена, пол, ледяной у нас ледяной прям пол. Летом дышать нечем. Все, дети у меня в деревне старшие. Вот это маленькое, мы стараемся либо выехать, либо уехать куда-то, ну, к родственникам, к знакомым. О том, как выживают в своих квартирах, жители горе европеек могут рассказывать часами. Наболело. Вариант капитального ремонта их не устраивает. Они намерены обращаться в генпрокуратуру и дальше выше, до Верховного суда. И это несмотря на то, что почти каждая из проживающих здесь семьи в среднем на судебные сдержки уже потратила до 100 тысяч. Почему администрация Бийска приняла решение капитально ремонтировать эти дома, вместо того, чтобы смириться с их аварийностью? Узнаем, когда получим ответ на официальный запрос, который мы направили уже сегодня. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Ну, а пока жители этого дома и Алтайского края в целом готовятся к новому учебному году. Осталось меньше месяца. Уже давно открыты школьные ярмарки, распродажи. Но, как замечают родители, несмотря на скидки, собрать ребенка в школу – дело затратное. Основная статья расходов – одежда и обувь. На школьную форму цены растут каждый год. Сейчас в среднем белая блузка стоит от 800 до 2000 рублей, туфли – от 2000 рублей, рюкзаки дешевле 1500, не самого лучшего качества и могут быстро порваться. Ну, а помимо одежды нужна канцелярия, аксессуары, спортивные принадлежности, наборы для творчества и кружков. Мы решили посчитать среднюю стоимость школьных принадлежностей и узнали, на чем можно сэкономить, а что и вовсе предоставляется школой бесплатно. Об этом наш корреспондент расскажет в студии в вечернем выпуске новостей. Не пропустите. Ну, а пока позволяет погода, жители края ловят возможность, чтобы отдохнуть. В эти выходные наши коллеги уехали в горы, чтобы побегать. Редакция телеканала «Толк» приняла участие в горном забеге. Всего в Чемальский район на марафон приехало 150 участников, в их числе профессиональные спортсмены, сторонники здорового образа жизни и просто фанаты горных пейзажей. Дарья Эйдемиллер расскажет о маленьких победах наших корреспондентов над самими собой. Сегодня редакция телеканала «Толк» в горном Алтайме. Приехали в Чемал, чтобы поучаствовать в горном забеге. Давайте спросим у наших коллег, насколько боевой у них настрой. Ты тренировалась? Нет. На морально-волевых? Да, просто вдохновение, забег. Будет огонь. Да, я за атмосферой, за эмоциями прибежал, собственно. Не то, чтобы мне сколько сам бег, сколько так попробовать и себя понять, что могу, что не могу. Пока не скомандовали старт, спросим у спортсменов. Здрасте, как настрой? Ну, будем стараться, боевой, работать будем. Сколько пробежать планируете? 21 километр, полумарафон, побежим. Чего теперь прятаться? Как есть, так есть. То есть, это не обязательно, надо быть спортсменом, там, достаточно иметь желание и вот эту победу сделать над собой, первую, приехав сюда. Дальше пройти дистанцию, уже отправятся новые двери для новых побед, я думаю, это очень важно в жизни каждого человека. Пока участники забега бегут по живописным горам Алтая, я расскажу вам, какие дистанции можно было выбрать. Это 3 километра, 5, 10 и 20. 20-ти километровую дистанцию бегут профессиональные спортсмены, а вот 10 километров может позволить себе и любитель, что сделал наш коллега Илья Кочетков. Сейчас мы передаем ему слово прямо с места событий. И 5 километров в середине на пути. Итак, впереди еще ровно столько же, но, конечно, устал, но пейзажи вокруг такие замечательные, что я и стараюсь ими любоваться. Все-таки горный Алтай. А еще помогает погода, не жарко, такая легкая прохлада, то, что нужно. Это спорт, здоровье, жизнь, веселье. Потому что туристы приезжают, должны отдохнуть на базах, и кто желает еще пробежаться по прекрасной природе. Поэтому мы только за такие мероприятия. Сегодня еще у нас день физкультурника, поэтому у нас все так совместилось хорошо. Я думаю, что он чемал, здоровый образ жизни, здоровый теле, здоровый дух. Я даже говорить не могу, потому что эмоции зашкаливают. Я думала, я эти 3 километра просто не пробегу. Но где-то в обратную сторону открыла стройное дыхание. И я рада, что я пробежала, пусть и практически последняя, но это было круто. Ура! И-и-и-и! Финиш! Ну и как оно? Скажи, почему ты выбрал такую большую дистанцию? Ты же не профессиональный спортсмен. Почему 10 километров? Хорошая, круглая такая цифра, число. Ну и к тому же, когда девчонки выбирают по 3-5 километров, что я буду выбирать? Меньше или столько же, правда ведь? Между прочим, Волков Игорь, 4-х кратный победитель! Ярый пропагандист веков в горах! Я не знал! Я не знаю, дорогого стоя, друзья! К сожалению, призовых мест наши коллеги не заняли. Зато пробежали в горах целый марафон и получили вот такие деревянные медальки и кучу положительных эмоций. Дарья Демилер, Алексей Фризин. День с толком! Да, приятно бегать, конечно, когда такие пейзажи, но что мешает сделать это сегодня вечером, например, на стадионе в городе? Через несколько минут узнаем, позволит ли нам погода, спонсор прогноза, компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами и жизнь нашей редакции интересная и забавная. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире.